Каждый сколько-нибудь заметный криптоэнтузиаст сейчас стремится к продвижению идеи цифровых валют в массы. На днях генеральный директор и основатель трон Джастин Сан стал героем газетных заголовков, потратив на благотворительный обед с некогда самым богатым, а ныне третьим по размеру состоянии человеком в мире Уорреном Бафетом 4,57 миллиона долларов, надеясь изменить его мнение о криптовалюте. По-другому действуют преданные сторонники биткоина, такие как лектор и популяризатор криптовалют Андреас Антонополос. Автор книги «Осваиваем биткои» старается сделать так, чтобы простой человек больше знал об основах криптографии и последних разработках в этой области. В новом подкасте Антонополос рассказал зрителям о том, как криптовалюты, такие как биткои, могут помочь каждому человеку получить финансовую независимость от существующих финансовых и иных учреждений. Объясняя основную технологию, он опроверг распространенное заблуждение, связанное с proof-of-work и огромными затратами энергии. Он без колебаний встал на защиту алгоритма консенсуса, разработанного создателем биткоина Сатоши Накамото. Центры обработки данных, занимающиеся защитой от мошенничества, потребляют огромное количество энергии для выполнения той же функции, которую реализует алгоритм proof-of-work биткоина. Кроме того, не стоит забывать о дополнительных расходах, связанных с перевозкой и хранением фиатных денег, с грузовиками, с вооруженной охраной и зданиями. Он также отметил, что устаревшие технологии даже может позволить людям использовать свои ли. Полный текст читайте на сайте криптофанс.ру, ссылка на новость доступна в тексте под видео. Субтитры создавал DimaTorzok